Напомним, что Союз работников образования Эстонии направил заявку на установление минимальной зарплаты учителей, которая должна бы составлять 1950 евро к 2024 году. Министр образования науки Кристина Каллас направила в правительство две заявки на дополнительное финансирование, которое также обеспечило бы 8-процентное повышение минимальной зарплаты учителей. Однако решением правительства они не были поддержаны. Данный ответ Кабинета министров, разумеется, не удовлетворил работников образования. Безусловно, повышать зарплаты учителям нужно, и это нужно было делать уже давно, потому что кризис в образовании именно связан с недостатком учителей сейчас. Учителя чувствуют все эти изменения, в том числе и инфляцию, очень четко, потому что мы можем сказать, что прошлогоднее повышение зарплат съела инфляция. Важность профессии педагога воистину трудно переоценить. Работники образования во всем мире часто цитируют Голду Мейер, которая являлась единственной женщиной-премьер-министром Израиля. Оно утверждало, что если вы хотите построить достойную страну, необходимо сделать три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это военные, врачи и учителя. Но, к сожалению, вопрос заработной платы учителей у нас в стране стоит довольно остро, и из-за этого мы наблюдаем острую нехватку педагогов в Эстонии. А возможность забастовки становится все более реальной. На последней нашей встрече министр образования озвучил о цифре относительно запланированного роста зарплаты учителей. Правда, если это можно назвать ростом. Повышение на 1,7% означает, что брутто зарплата увеличится на 29 евро. Это просто смешно. Уже в прошлом году союз работников образования бил тревогу относительно того, что в нашей стране чуть ли не самый пожилой педагогический состав в мире. И рано или поздно эти педагоги тоже уйдут. И хочется спросить, а кто придет им на смену, кто мог бы достойно учить наших детей на благо нашей страны? Вопрос, на который сейчас особенно трудно найти ответ. Сергей Овченков, Вадим Малышкин, Илья Бань, Виталий Савинский. Новости Таллина.